МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не исключалась необходимость эвакуации жителей. Но все обошлось. Сам пятый по величине город Литвы не пострадал. Эта запруда была построена в советское время для завода Экранос по производству кинескопов. Тогда он нуждался в большом количестве воды для охлаждения стеклоплавильных печей. Завода давно нет, как нет и необходимости в этом сооружении. Ремонтировать его хотели еще полтора года назад, но денег тогда не нашли. Вот и прорвало после очередного ливня. Муниципалитет теперь хочет попросить у правительства денег на ремонт, но в Вильнюсе уже сказали, ремонтировать за счет госбюджета не будут. Деньги, если и дадут, то только на полный демонтаж. По словам министра защиты окружающей среды, это вредное наследие советской индустриализации, которая сегодня простаивает не только без дела, но и мешает нересту рыб. Оказалось, что на балансе государства порядка 800 таких дамб, а у муниципалитетов еще несколько сотен. Разобрать каждую из них – это миллионы евро для каждого объекта. Ничего не делать – итог уже понятен, и в следующий раз вот так относительно безвредно уже может не быть. Так пока они и остаются, словно мины замедленного действия. Бары, рестораны, ночные клубы, развитие и процветание общепита всегда было одним из маркеров роста экономики и благополучия общества. Проблемы в этом секторе наоборот – показатель надвигающихся нехороших перемен. Только за первое полугодие этого года в Литве обанкротились 66 ресторанов, что больше, чем за весь 2021 год, когда в стране свирепствовала пандемия коронавируса. За весь 2020 год обанкротилось 63 ресторана. В предыдущие два года правительство направило огромные средства для поддержания этого сектора. И вот пандемия утихла, а уровень посещений так и не восстановился. Отчасти на это, разумеется, повлияло и сокращение турпотока в Литву. Так или иначе, в Литве на сегодняшний день зарегистрировано 7 тысяч ресторанов и баров. При этом у 5 тысяч явно не все идеально. Именно такое число зарегистрировали задолженности в первом полугодии. Изменения происходят и в торговой сфере. По мере роста цен на электричество торговые сети переходят в режим экономии. Магазины и супермаркеты отказываются от лишнего освещения, выключают ночную рекламу, переходят на солнечные батареи и призывают понизить действующие санитарные нормы тепла и света. Готовиться к зиме прямо сейчас призывают и население. И тут действительно несколько очень толковых советов, которые точно вам помогут. Одна из проблем, о которой раньше как-то никто особенно не думал, это герметизация окон и дверей в квартире. Настраивать окна стеклопакетов необходимо раз в год. Такая работа не стоит дорого. Разбалансированное окно потери тепла во время отопительного сезона. Проверить, разбалансировано оно у вас или нет, очень просто. Ставьте листок бумаги, закройте окно, а затем попытайтесь его вытащить. Если у вас это получилось, значит герметичность нарушена и через этот путь и микрозазор улетучится драгоценное тепло, стоимость которого в грядущем сезоне обещает быть по цене золота. Еще одна ценная и недорогая инвестиция – установка теплоотражающих экранов за радиаторами. Это чуть более толстый материал, похожий на фольгу, который отражает до 90% инфракрасных лучей и приводит к повышению температуры в помещении на 1-2 градуса. Его можно недорого приобрести в магазинах строительных материалов и держите мебель подальше от радиаторов и не закрывайте их шторами. Все это увеличивает расход тепла. Национальная проблема, которая вот-вот превратится в национальную катастрофу. Именно так педагоги называют нехватку учителей в школах Литвы. По некоторым оценкам, в настоящее время в Литве не хватает около 4 тысяч учителей. Министр образования говорит, что не знает точных цифр, но не отрицает, что проблема существует и что министерство пытается улучшить условия труда учителей. Учителя возмущены. Зарплата слишком мала для такой тяжелой работы. И эксперты говорят, что есть много причин, по которым даже молодые учителя, настроенные на преподавательскую деятельность, откладывают ее. Сейчас классы пустуют, ученики и учителя еще отдыхают. Но у руководителей школ нет недостатка в заботах. В настоящее время во всех школах Вильнюса не хватает около 200 учителей. В этом году более 1300 выпускников завершили различные уровни педагогического образования. А не менее 1400 планируют получить такое образование. Однако, как показывает практика, только половина выпускников выбирает работу в школах. Вопрос о том, как долго молодой специалист сможет оставаться в школе, остается открытым. Но самое главное другое. Через 5-6 лет большинство учителей выйдут на пенсии. И вот тогда по-настоящему рванет. А провал в этом году экзамена по математике покажется легкой неудачей. Министерство здравоохранения на неделе сообщило, что в Литве подтвержден первый случай оспы обезьян. Сообщается, что инфекцией заразился мужчина старше 40 лет. Он приехал в Литву из европейской страны. Установлено, что 5 человек также подверглись воздействию инфекции. Они должны будут следить за своим здоровьем в течение 21 дня. Кривая прироста заболевших COVID-19 перевалила за 2000 случаев в сутки. Но не во все дни. Но психологическая отметка уже пробита. Власти пока не вводят никаких ограничений. В Литве в течение двух лет появятся три новых военных городка. Как подтвердило во вторник Министерство обороны, уже получено разрешение на строительство военного городка в районе Шилале. Скоро начнется строительство также в Вильнюсском районе и Чауляле. Страны Балтии отметили 100-летие с момента установления дипломатических отношений США. В Литве состоялись различные торжественные мероприятия, а президенты Литвы, Латвии и Эстонии направили поздравительное письмо главе США Джону Байдену, в котором основной акцент сделан на необходимости постоянного укрепления безопасности восточного фланга НАТО. Джо Байден также ответил письменно и пообещал всестороннюю поддержку с гарантиями безопасности. Поскольку Европа становится свидетелем очередной атаки на суверенитет и территориальную целостность, мы вместе с нашими союзниками и партнерами защищаем свободу, демократию и безопасность. Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Эстонией, Латвией и Литвой, чтобы противостоять жестокой и неспровоцированной войне России в Украине и привлечь Россию к ответственности, заявил Байден. Налоги на регистрацию автомобилей опять хотят поменять. Новый план правительства состоит в том, чтобы взимать налог при регистрации автомобиля в зависимости от возраста, а не от выбросов СО2. Новый порядок правительства планирует ввести постепенно с 2027 по 2029 год. «40% дорог государственного значения не соответствуют требованиям качества. Ситуация очень плохая, и в этой ситуации правительство максимально старается увеличить средства для улучшения состояния автомагистралей», заявил на неделе министр транспорта Мариус Скуадис. Если раньше на эти нужды выделялось до 20 миллионов евро, в этом году было выделено 80 миллионов евро. В Литве активизировались фальшивомонетчики. И подделывают, представьте себе, не только банкноты, но и монеты. По свидетельству Банка Литвы, объем фальшивых денег в стране опять пошел в рост. В первой половине этого года в Литве было обнаружено 558 поддельных денежных единиц. Из них 449 банкнот и 109 монет. Последних в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Министерство защиты окружающей среды выдвигает новые идеи, направленные на защиту природных ресурсов и сокращение загрязнения окружающей среды. Министр защиты окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас заявил о планах создания информационной системы стоимостью 1 миллион евро, которая подсчитает количество несанкционированных уличных туалетов. После чего последуют штрафы в отношении владельцев за загрязнение окружающей среды. В литовские университеты поступили десятки, а в некоторые сотни заявлений от украинцев на обучение. Среди наиболее популярных специальностей информатика и финансы, язык обучения английский и русский. Министерство образования, науки и спорта планирует профинансировать обучение 700 украинских студентов в следующем учебном году за счет средств самих высших учебных заведений. По данным Департамента статистики Литвы, доля основных расходов жителей – питание, жилье, вода, электричество, топливо, здравоохранение и транспорт – в общих потребительских расходах населения в 2021 году составила почти 64%. Треть всех расходов – только на еду. Это в два раза больше, чем в среднем ПЕС, где на продукты питания в среднем тратят порядка 16% доходов. С начала июня более 5200 абитуриентов уже подали заявки на обучение в Вильнюсском университете. Тем не менее, окончательную цифру мы узнаем после завершения этапа дополнительного приема в ВУЗы. Но уже сейчас можно проследить за предпочтениями выпускников. Наиболее популярными программами обучения в Вильнюсском университете остаются науки о жизни – генетика, биохимия, право журналистика, психология, информационные технологии. При этом большое количество будущих студентов поступают на исторический факультет. За последние 6 лет в Литве увеличилось количество людей, употребляющих алкоголь, но число напивающихся людей в стране сокращается. Уменьшается также общее количество потребляемого алкоголя, говорится в исследовании, проведенном учеными Вильнюсского университета. Выпивают по случаю 53% жителей, а вот регулярно напиваются только 3%. Это в два раза меньше, чем раньше. За год вклады жителей Литвы в кредитных учреждениях выросли более чем на 3%. В конце июня вклады жителей Литвы в кредитных учреждениях увеличились на свыше чем 23 миллиона евро и свыше 3% прибавили в годовом исчислении. Всего жители Литвы хранят в банках более 20 миллиардов евро. В Литве будут собирать аппараты искусственной вентиляции легких собственного производства. Аппарат уже испытывается в компании Телтоника Телемедик. Его начали разрабатывать в разгар пандемии коронавируса, а в серийное производство запустят в 2024 году. Эти аппараты были совсем недавно одним из самых востребованных медицинских изделий в мире. Но они очень важны для медицины не только во время таких вспышек, как COVID-19, но и в обычной рутинной системе здравоохранения. В Литве с августа меняются правила трудоустройства иностранцев. Снижаются требования к их легальному трудоустройству. Лицам, ищущим убежище и нелегально пребывающим иностранцам, разрешается трудоустроиться или заниматься самостоятельной деятельностью по прошествии 12 месяцев после их регистрации в Литовской миграционной информационной системе. Эти лица должны получить разрешение от службы занятости. За окном последний месяц календарного лета и уже можно предполагать, что нам всем ожидать. Но вначале о прошедшем. И в этом году называть июль теплым или холодным можно лишь в зависимости от того, с чем сравнивать. Если это рекордный по температуре 2021 год, то июль этого года был очень холодным. Средняя температура воздуха в Вильнюсе в этом году составила 17,7 градусов. 91 место из 245 последних июлей. Это почти совпадает с июньским значением, когда было даже чуточку теплее. При этом этот июль был на 0,6 градуса теплее, чем средний показатель за 245 лет. И на 0,7 градуса холоднее, чем новая климатическая норма. Это был один из самых холодных июлей 21 века. Теплых дней было меньше, чем холодных. Согласно долгосрочным прогнозам, август будет близок к норме или немного теплее среднего многолетнего значения. В целом он будет похож на июнь и июль со всеми этими нашими перепадами. После завершения процедуры госзакупок проекта Вильнюс Коннект по преобразованию территории Вильнюсского ЖД вокзала поставлена желаемая точка. Лондонская компания Zaha Hadid Architects официально объявлена победителем архитектурного конкурса. Если все будет хорошо, то именно так в будущем будет выглядеть железнодорожный вокзал Вильнюса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok